Уже неделю Мария Василевич каждый день ходит в гости. Такая у неё работа. В рамках Всероссийской переписи населения 2010 она обошла уже 200 квартир. Только один раз, рассказывая девушкой, её не пустили. Не поверили, что она переписчик. Всероссийская переписи населения, Василевич Мария, здравствуйте. А вот Наталья переписчик опустила, потому что ждала, когда её перепишут. Для студентки участие в переписи впервые. Я услышала достаточно доброжелательный голос, поэтому открыла. А потом я увидела синенький шарфик на девушке. И совсем недавно я узнала, что если у девушки синий шарфик, то значит она пришла по переписи населения. Вопросы анкеты об источниках дохода, семейном положении, условиях проживания и уровне образованности. Ответы на них занимают 5-10 минут. Потратив ровно столько времени, каждый гражданин носит свою лепту в составлении социально-экономической картины страны. Люди рассказывают, Мария встречается интересно и каждый по-своему. Реакция на переписчика у всех разная, порой и непредсказуемая. Никогда не угадаешь, что ожидает тебя за дверью. В основном люди очень общительные, доброжелательно ко всему этому относятся. Благодарят даже за то, что их учли, за то, что их посчитали. Стремятся как-то накормить несколько раз предлагали, но нам это запрещено, что вообще времени мало. Но не всегда удается застать жильцов дома. Они или на работе, или просто по делам ушли. На этот случай переписчик должен сбросить в почтовый ящик неопрошенной квартиры специальный бланк. В этой памятке есть адрес нашего переписного участка и номер телефона. Они могут подойти сюда, либо позвонить по телефону. Мы их тоже переписываем. Алло, здравствуйте, перепись слушаем. Да, вы попали на переписной стационарный участок. Конечно. Да, можно переписаться по телефону. Начнем? В одном только областном центре таких стационарных переписных пунктов 170. Располагаются они в школах и других муниципальных помещениях. Анастасия принимает звонки с 8 утра и до 9 вечера. Приходит же сюда в день порядка 20 человек. По данным Иркутскстата, это около 5% от всех опрашиваемых в городе. Большую часть посетителей составляют пожилые люди. Очень много народу. У нас получается улица Ленин, вот эти все главные центральные улицы. И очень много людей пожилого возраста у нас есть, о которых мы переписывали, о которых мы стали. Это даже больше. И вот это удивляет. На сегодняшний день переписаны уже более 60% иркутян. С 23 октября начнется контрольный вход неопрошенных квартир. Учтен, должен быть каждый. Те, кого и в этот раз не застанут дома, смогут пройти перепись на участках своих районов до 25 октября. Анастасия Емельянова, Иван Кузнецов. Новости сейчас.